Не снимайте меня, вы что не понимаете, что ли? Камеру отпустите, пожалуйста. Камеру отпустите. Это попытка нашего диалога с представителем строительной компании «Вот это дом». А говорили про вот этот дом по адресу Шумакова, 11. Его застройщик сдал в апреле. За полгода новоселы буквально утонули в коммунальных проблемах. В подвале стоит вода, канализация забивается, лифты ломаются. Проблема с отоплением – одна из самых серьезных. Вот вчера у нас были отключены батареи буквально, наверное, часов шесть. То есть мы мерзли. Начинаются заявки идти, мы звоним в диспетчерскую службу управляющей компании. Открывают на полную, опять у нас батареи горячие. То есть не настроено. Не настроен индивидуальный тепловой пункт, который должен автоматически регулировать температуру в квартирах, анализируя погоду за окном. Не настроено в доме многое. Например, вот эту батарею несколько дней назад прорвало. Представители управляющей компании «Индустрия» прямо обвиняют в проблемах дома застройщика. Дом на гарантии – проблема застройщика. Но часть вины за прорыв канализации представители управляющей компании возложили на жителей. Дом сдан 10 апреля. Происходит затопление. Если не ежемесячно, то два раза в месяц это прям… А вот от застройщика на той самой встрече, такой оформленной резолюции, мы и не услышали. Молодые люди, давайте выходим, и мы продолжим разговор. Если вы не выйдете, выйдем мы, и дальше разговора не будет. Хотят жители, и мы хотим, чтобы ваши обещания были зафиксированы. Какие-то обещания уже были сказаны? Да, что мы все исправим. Управляющую компанию, которую они нам назначили, мы заставим ее работать. Именно так. Жители Вавилонской башни уверены, дело не в том, что все стороны говорят на разных языках. По их мнению, застройщик с управляющей компанией заодно. А задача последней – не добиваться от строителей гарантийного ремонта, тянуть время, пока срок не кончится. Если это действительно так, застройщик не даст жильцам проголосовать за новую управляющую организацию. Ведь вот этот дом владеет непроданными помещениями, а значит, как собственник, имеет решающий голос. Как решится эта проблема, мы будем следить. Андрей Дрейер, Алексей Фризин. День с толком. Андрей Дрейер, Алексей Фризин. День с толком.